Купе первого класса Она взволнована Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы, или, как он сам называет, новеллы из великосветской жизни Он глядит ей в лицо, глядит в упор с видом знатока Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает О, я постигаю вас, говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета Ваша чуткая и отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта Да, борьба страшная, чудовищная, но не унывайте, вы будете победительницей, да Опишите меня, Вальдемар, говорит дамочка, грустно улыбаясь Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра Но главное, я несчастна Я страдальца во вкусе Достоевского Покажите миру мою душу, Вальдемар Покажите эту бедную душу Вы психолог, не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим А вы уже постигли меня всю-всю Говорите, умоляю вас, говорите Слушайте, родилась я в бедной чиновничьей семье Отец добрый, малый, умный, но дух времени и среды Вос компремис Я не виню своего бедного отца Он пил, играл в карты, брал взятки Ах, мать же Да что говорит, нужда Нужда сознания ничтожества Ах, не заставляйте меня вспоминать Мне самой нужно было пробивать себе путь Уродливое институтское воспитание Чтение глупых романов, ошибки молодости Первая рубкая любовь А борьба со средой ужасна А сомнения А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя Ах, вы писатели, знаете нас, женщин Вы поймете К несчастью я наделена широкой натурой Я жаждала счастья И какого? Я жаждала быть человеком Да, быть человеком В этом я видела свое счастье Чудно, или печет писатель Целую ее руку около браслета Не вас целую дивное А страдание человеческое Помните Раскольникова? Он так целовал О, Альдемар, мне нужна была слава Шум, блеск Как для всякой к чему скромничать Недюжиной натуры Я жаждала чего-то необыкновенного Не женского И вот И вот подвернулся на моем пути Богатый старик-генерал Поймите меня, Вальдемар Ведь это было самопожертвование Самоотречение Поймите вы Я не могла поступить иначе Я обогатила семьи Устала путешествовать Делать добро А как я страдала Как невыносимы Низменно пошлые Были для меня объятия этого генерала Хотя надо отдать ему справедливость В свое время он храбро сражался Бывали минуты Ужасные минуты Но меня подкрепляла мысль Что старик не сегодня, завтра умрет Что я стану жить, как хотела Отдамся любимому человеку Буду счастлива А у меня есть такой человек, Вальдемар Видит, Бог есть Дамочка усиленно машет веером Лицо ее принимает плачущее выражение Но вот старик умер Мне он оставил кое-что Я свободна, как птица Теперь-то и жить мне счастливо Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно Стоит только впустить его Но нет, Вальдемар, слушайте, заклинаю вас Теперь-то и отдаться любимому человеку Сделаться его подругой Помощницей, носительницей его идеалов Быть счастливой, отдохнуть Но как все плохо, гадко и глупо на этом свете Как все подло, Вальдемар Я несчастна, несчастна, несчастна На моем пути опять стоит препятствие Опять я чувствую, что счастье мое далеко-далеко Ах, сколько мук, если бы вы знали, сколько мук Но что же, что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же Другой богатый старик Изломанный веер закрывает хорошенькое личико Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову Вдыхает и с видом знатока-психолога задумывается Локомотив свещет и шикает Краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки